всем привет ну что мы же в милане а милан это же столица моды итальянской ну и не только итальянской поэтому без шопинга мы же не можем обойтись и мы зашли торговый центр я напишу внизу как он называется честно смотрела на него уже второй раз и не могу запомнить он находится на площади дома то есть тут где находится все магазины но здесь просто сейчас уже все бренды закрыты потому что сейчас вечер это галерея работает на торговый центр работает до 10 в субботу и поэтому мы сюда зашли я сейчас вам покажу здесь мульти брендовые то есть отделы сейчас я буду показывать что тут есть так ну и начнем мы вот такого отдела болентьяга здесь есть кроссовки хочу посмотреть сколько стоят такие кроссовки 795 евро вот точки болентьяги смотрите какие к желтая ярко прям как корзинки какие-то да у нас из детства ну вот серьезно она прям на ощупь такая есть на корзинку да да сейчас мы посмотрим сколько же она стоит что эта желтенькая корзинка стоит 595 евро очень яркая и красивая вот валентина тоже такая такой яркий отдел такие сумочки цен цен да нету нужно подходить каждой каждой сумочки и смотреть сколько стоит давайте посмотрим сколько стоит вот колокольчик чтобы долго не рыться ага не посмотрим и на втором тоже нет так дальше у нас идет барбери такие тут сумочки тоже интересные такие маленькие вот такая розовая черная и белая сумочка 1650 евро ну нужно еще учитывать что у нас есть возврат ндс на 13 процентов поэтому нужно отнимать сразу этот процент да это у нас стала маккартни а я кстати хотела посмотреть так это у нас дольче габбана я думала такая обувь прикольная до яркие такие интересные сапожки ботиночки вернее прям такие элегантные элегантные для любительниц для модниц и вот такая классическая дольче габбана я наверно буду снимать ассортимент потому что смотреть каждую каждую сумку так проблематично что ты тут нашла скажем ой такая яркая сэра сэра с нами здорово красивая да не нашла ты цены это вот я маленькая тысячу пятьсот пятьдесят евро стоит дольче габбан уже такие очки дольче габбана прям буквы вот спать стиль да ну вот жалко что у них на каждом изделии нету прям цены потому что ну реально нужно подходить каждую сумку смотреть как бы мансера это у нас фэнди давай посмотрим сколько стоит такая сумочка что вы думаете эта сумочка сто четыре тысячи двести евро то есть фэнди фэнди очень дорого по итальянски поговорим вот такие шарфи красивые фэнди тоже у них свой такой стиль такой шарм но марка конечно да дорогая давай пройдемся вокруг такие кошелёчки они тебе нравятся такие кошелёчки будут кошелёчек наверное стоит как я не знаю судя по цене сумки да миленький такой да еще не то нашла вот такой кошелёчек детская сумочка интересно сколько же стоит такая детская сумочка на кавычкам детская ну что этот маленький кошелёчек фэнди чтобы понимали стоит 750 евро прикольно ты но все да вот кстати гучи такая дамы в таком костюме и новая коллекция конечно лучи такие орнаменты ну вот и мы заходим в отдел лучи бентера гучи нам не разрешили снять сказали ссори поэтому ничего не сняли вот луи виттон это здесь у них такое как выставочное место место и вот магазин сейчас мы сюда зайдем стоим в очереди блой виттон покажу вам пока сумки не знаю разрешат снимать или нет вот такой вот магазинчик в луи виттоне сумки можно купить от 1000 евро до от 1000 евро вот такого плана где-то тысячи тысячи сто стоит сумка ну стоило сейчас наверное тоже так и вон за продавцом черная золотистая они стоят по 1800 евро просто ему смотрели поэтому я знаю также есть парфюмы парфюм где-то стоит 300 евро вот этот вот флакончик там есть обувь но я надеюсь сейчас мы зайдем магазин и я поднимаю ближе ну что не хватило у нас терпения дождаться луи виттон там очередь и нескончаемая поэтому мы едем наверх это я вам показывает dior dior это же сумки мы смотрели сумка такого среднего размера четыре тысячи двести евро так едем на второй этаж здесь у нас мужская одежда да тоже здесь мульти бренды различные здесь уже будет попроще про барты ковали белая футболочка стоит 250 евро ну да до 250 евро до 250 евро а сколько вот такая вот курточка сейчас мы посмотрим кожанка вот такая вот сколько стоит ну что такая кожанка стоит 2700 евро здравствуйте помогите да так тут у нас версачи и шарфики вот такие вот шарфы 130 евро 130 евро и вы обладатель шарфика versace мужская куртка да и что сколько такая куртка по цене 699 евро да так недорого шарфик он 130 ну куртка кстати добротная теплая да пуховик такой хороший вот такой свитерок 180 евро стоит кстати он такой тут довольно таки теплый ну да ну да сколько сколько такая стоит рубашечка 402 евро да а вот у нас маскина такие свитерки прям как детские да сколько у нас маскина стоит а цены на маскина что-то я не вижу в общем на свитер нету а вот на такую белую футболочку 196 евро да тут конечно столько вещей честно можно ходить до бесконечности и что сколько такое такой кстати 1075 евро такой пуховичок крис джой я поняла ну он теплый кстати классно а вот жилет такой черный тоже крис джой 875 евро то есть можно купить куртки теплые пуховички так а почем же ремни кельвин кляйн 49,90 так а в этом же сезоне я так понимаю сильно супер модный зеленый цвет и я вон там увидела стон айленд вон какие-то куртки зеленые хочу пойти посмотреть я честно говоря не знаю что это за бренд брендов очень много разных 1097 евро стоит такая куртка ну то есть как бы крути не верти до 700 евро тысячу евро стоят какие-то брендовые пуховики вот такой вот 747 евро стоит но он такой уже потоньше наверное на нашу осень а не на зиму скорее всего и вот такой белый удлиненный пуховик но этот кстати такой теплый он стоит 944 евро да ну это такой тепленький вот диор обувь здесь сейчас посмотрю есть ли цена на обувь ну вот как-то на что-то есть цена на что-то нету нужно уточнять нету ну обувь где-то стоит примерно 500-700 евро так ботега вот видите зеленый цвет он конечно красивый такой яркий мне кажется вот на фоне да какой-то нашей зимы или осени дождливой холодной не солнечной вот гуще такой мэн в костюме стоит очень много вещей честно снимать все цены невозможно просто невозможно вот дольче габбана невозможно потому что ну тогда наверное видео будет длится три часа вот 228 евро какая-то фирма play вот такая вот спортивная кофта тут цены все равно дорогие потому что брендовая одежда брендов там первой величины и нет ну и поменьше я думаю что ну вот смотрите вот такой вот мужской мужское такое портмоне стоит 320 евро пояса по 255 евро пояса по 255 евро здесь же очень много аутлетов в окрестностях милана и здесь вот фенди здесь очень можно неплохо купить вещи по хорошим ценам вот именно в аутлетах то есть там могут быть предыдущие какие-то коллекции ну конечно же модницам наверное нужно в сюда именно в центр милана да здесь последние коллекции а если хочется купить что-то дешевле и сэкономить то это конечно же аутлеты и конечно же распродажи распродажи здесь есть зимние да есть летние два раза в год идут даты нужно смотреть вот 20 евро вот такой вот мужской портфельчик по моему распродажи там декабрь-январь или январь-февраль честно точно даты не помню вот такой вот плащ мужского тысяча шестьсот пятьдесят евро но вот как раз на таких распродажах здесь местные покупают много всего много чего и вот такой вот пиджак кстати очень такой стильный двести семьдесят евро и я знаю что дело даже туры покупки в италии когда сейлы распродажи ну раньше вы по крайней мере так было не знаю как сейчас со всем этим к видам но есть такое смотрите какая шапочка с очками это кстати монклер сейчас посмотрю что тут есть вот монклер это куртки пуховики такая вот теплая одежда вот живанши сейчас пойдем мы еще наверх там женская одежда тоже посмотрим то есть в принципе что кому нужно тут можно купить есть все просто есть все валентияга ну вот есть такие интересные бренды конечно такие модные стильные когда можно что-то себе подобрать так пойду искать свой народ и мы пойдем дальше смотреть на женскую одежду вот вот честно мне нравятся вот такие вот универмаги или как сказать да когда ты ходишь здесь много различной одежды какую ты хочешь можешь тебе выбрать померить что-то и что-то купить а вот еще морской отдел golden goose такая ляпка сколько 140 евро но она не из натурального меха из искусственного да 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 вот такой мужской свитшот 365 евро да и вот у кого даже сумка есть мужская вот кенза то есть тут есть прям магазинчики которые вот так вот как отделать туда отдельно а есть вот которые просто так расположены вдоль магазина видите как красиво тут внутри внутри вот такой мужской пуховик кенза сейчас пытаюсь как-то снять его вот вот сколько 500 550 евро вот такой да тоже он такой не особо теплый то есть такой переходный период осень и сильно холодная осень и вот еще этаж с мужской одеждой следующий то есть два этажа мужской одежды и вот смотрите какие тут есть шляпы мужские тоже зеленого цвета 35 евро такой свитерок и что а цены нет ну вот как-то неинтересно хочется же посмотреть на цены и вам рассказать и нам посмотреть там у нас эмпорио Армани кстати походящий вот такой прикольный такой надутый неплохой 400 евро то есть вот пожалуйста уже цены падают чем выше этаж тем цены становятся ниже так а сколько же ботинки стоят такие нет цены на обувь не скажу сколько стоит обувь так и пояса пояса у нас стоят 110 евро так идем дальше шарфы 149 евро 70 евро шапка пожалуйста и перчатки без пальцев 45 евро мужские без пальцев ну тут видишь тут тепло особо пальцы не нужны так что пуховичок 2950 ничего себе вот это ты зашел в дорогой магазин так вот такая кожаная куртка не знаю мне кажется что уже кожаные куртки они уже не такие популярные модные как как были раньше хотя хотя опять таки на любителей такой велосипед такой прям вообще электро лакосты ну вот примеры да посмотрим сколько стоит такая кофточка на замке 110 евро крокодильчик есть более демократичные цены более демократичные бренды да кто хочет потратить много денег пожалуйста кто хочет потратить меньше пожалуйста аутлеты это вообще еще более демократично все мы бы с радостью поехали в аутлет но оставим его на следующий раз потому что завтра мы кстати завтра же мы переезжаем в другой город из милана это у нас обувь сальвадор фергамо и такие яркие туфельки 495 евро так и кстати пояса 395 евро так ну все я уже хочу если честно эти в женский отдел интересно что же тут из женской одежды есть ну и что следующий этаж это этаж обувью рай просто рай для девочек и кстати это женский этаж я уже вижу женскую одежду ну и вот встречает нас джонши первая обувь манклер да и вот такая вот такие вот босоножки с закрытым носком пятьсот пятьсот семьдесят пять евро так и такие шлепки четыреста семьдесят пять евро класс какие сцены можно снимать обуви конечно тоже очень много очень просто пятьсот пятьсот двадцать пять евро стоят такие пуфли но они настолько тяжелые что я даже не представляю как в них ходить ну и вот женская одежда у нас пошла вот смотрите в сон лоран какое черное элегантное платье правда красивое ну послушайте на платье цены вот и нету и вот такая вот смотрите какая мини мини юпочка ну такая она яркая прям прям вообще для модниц 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 и стоит такая юпочка тысяча восемьсот евро то есть хочешь быть модной носите в сон лоран пожалуйста да ну мой муж пошел уже все обошел смотрите какой сарафан такой прям такой он прям шелковый такая нежность и он такой ну вот реально просто честно обалденный сейчас скажу девятьсот девяносто евро ну вот если бы он стоил евро стоили пятьдесят его бы можно было купить девятьсот девяносто как то мне кажется дороговато но и в сон лоран бренд все таки посмотрим так блин тяга вот такой я просто тоже так меня анюта заразила яркими цветами то есть типа розовых каких то да у меня уже есть одна розовая куртка и вот такая блин тяга куртка тоже тут ярко это розовая куртка болитяга стоит 1790 евро в общем некоторые цены надо просто подходить и спрашивать продавцов так и вот у нас монклер женский так вот прям цена висит сейчас я вам скажу сколько стоит такой серебристый пуховичок ммм 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 1400 евро то есть уже дешевле чем валенсяга но он реально очень теплый он прям такой прям аж надутый ммм ммм тапочки ммм mountains ммм элит такое даже пальто пуховик не пальто а как шубка он такой интересный тоже 1780 евро вот такой вот удлиненный уже потеплее а это что такое да как шубка типа искусственную да такой искусственный мех это же он такой легенький к курточка на раннюю осень какой-то 975 евро ну то есть вот цены от от 1000 до евро 900 там 1000 евро монклер пойдем они так хочу пройтись по обуви посмотреть сейчас же можно всевозможные версии сапог и вот 236 евро стоит платформа не праву не платформа вот такие вот высокие да а был и пошел но они не резиновые кстати они кожаные лучи надежда а вот и обувь куча нужно закрыта хотя щас же нету 10 до лучи закрыта вот у нас dior и что у нас тут dior происходит так сейчас посмотрим сколько же вот такие вот черненькие ботиночки стоят 990 евро пожалуйста вот все такие вот я как-то наблюдала инстаграм кишил такими ботинками 1290 евро носили все их цели обратить наши вот в таком исполнении да кстати вот я хотел сказать вот такую сумку мы смотрели только в два раза больше она стоит 4200 евро то есть цены такие достаточно демократичные в кавычкам да так ну что это же нужно демократичного найти мы что нам эти dior и дорогие 650 евро вот такие вот ботинки на платформе но таких даже цены нету а вот смотрите что я увидела такое яркое яркие такие шлепки 540 евро такой необычный каблук и такие прям яркие цвета вообще такие ядовитые ну да такие нормальные ботинками 550 евро причем они они резиновые то есть это они конкретно на на зиму до какую-то такое а вот смотрите какие еще за такие вообще смешные тут надо пяточку натягивать 560 евро made in italy ну реально здесь столько всевозможных брендов то есть таких которые вообще нам не известны и у нас их нет и туфли то есть носок такой вот модный 540 евро то есть уже более демократично да кстати интересные ботинки такие за 60 евро ну а вот балетки 650 евро ну финда но они кожные но нереально тут как пуанты какие-то а эти 670 евро шлепки такое о не мой муж позвонит помогает 740 евро ничего себе ну нет ну я думаю наверно сейчас платформа такая модная просто у них вид такой думаю наверно модные так ну что идем дальше ну и вот валентина тоже смотреть какая-то вязка типа знаете как крючком вязали раньше или спицами как будто бы крючком связали 790 евро ну реально такие смешные кроссовки ну а уже вот смотрю сапожки такие тоже все какие-то цвета в лепестках рот они кстати резиновые полностью резиновые 790 евро и они такие тяжелые честно я даже не знаю как них ногу поднять а вот шипах 1150 евро у ботега по 1100 евро да и вот и по 1100 слышно вот этот вот и босоножки тоже да А босоножки, это, кстати, вообще вот эти вот зеленый цвет, это реально последний песк мода. Вот такие вот босоножки я тоже у кого-то видела. Тоже не помню, у кого в Инстаграм прям выставляли. Такие, такой обувь, ну, с таким носком же просто, да. Ой, мой размерчик. Я бы с удовольствием такие бы сейчас одела. Ну, у нас же с Дима на носу. А вдруг уже осенью, весной, вернее, будет немодный такой цвет зеленый. Ну, очень классные. Прям они серьезно вживую выглядят. Ну, просто, просто обалденно. Такие нежные. Они очень легкие. Ой, а эти, а эти прям, смотрите, какие. Это тянется на ногу, одевается шнур от телефона домашнего. Ну, такая интересная обувь у них. Такие носки интересные. Вот это мне нравится. Прям такие элегантные сапожки. Так смотрится красиво. Вот у них такая, видите, подошва интересная. А это калоши. Причем, да, они резиновые. Реально калоши. Ну, в принципе, все. Мы уже практически весь этаж обошли. Вот есть такой тот. Тот даже не знаю. Сейчас зайдем, посмотрим, что за цены. Вот мы такие туфельки. Давайте посмотрим. 490 евро. Ну и вот шинель. В конце, да. Как бы в шинели, если честно, как-то особо смотреть не на что, как-то мало всего. Хотя, вот смотрите, какие белые сапожки. На ножках. Ну, такие. Классные. Ну, они, ну, поняли, да, из такой ткани, как куртки, руховики. Ну, прикольно смотрится, кстати, на ножки. Даже очень. Да, прикольные такие, посмотри. А вот, кстати, Александр Моапвин. Тоже, смотрите, какая обувь, какие высокие. Такие прям, они, кстати, с мехом. 1150 евро. Пожалуйста. Джимичу. Помните Джимичу, кто смотрел наши видео из Дубая? Там были эксклюзивные модели, которых там 50 в мире. Сапог из камушек Сваровский. Нам девочка рассказывала, кому интересно, посмотрите, кто не смотрел. Так. И еще пишите в комментариях, интересны такие видеообзоры магазинов, одежды, что бы хотелось посмотреть, на что может быть сделать акцент, на одежду, на обувь, на сумке. Что интересно вообще, в общем, что есть, или какие-то определенные магазины, бренды, не знаю. Бренды же это не только Дольче Габбана, да, и все равно их называют, а есть много разных других брендов. Поэтому пишите в комментариях, что интересно. Будем снимать интересное видео. Все, идем на следующий этаж. Вот мы поднялись еще на один этаж. Ну что, торговый центр скоро закрывается. сейчас что успеем снять. И вот такой вот розовый пуховичок 1650 евро. Так. А вот смотрите, какие сапожки. Они же теплые. С мехом. Ну 850 евро. Ну такие они, конечно, классные на теплую зиму. Ой, холодную зиму. Так, а вот афайд. Вот. Необычный такой бренд. Такие сумочки, как будто бы сыр, Анют. Смотри, как будто бы сыр кто-то погрыз. Тоже такие они интересные. сейчас попробую найти цену. Скажем, маленькая оранжевая стоит 825 евро. Это чуть больше будет стоить дороже. И вот смотрите, какие элегантные такие ботиночки. Прям нежный такой цвет. Это оранжевая подошла 985 евро. Смотрите, тут такая подошла, как будто бы мочалка, в которой мы моем посуду. Но они реально очень классные, крутые. Кроссовки 395 евро. Все, уже все закрывается, уже начинают просить выходить, уже ничего не продают, потому что уже 10 часов сегодня суббота, и торговый центр работает до 10, вообще до 9 он работает. И смотрите, какие платья, вау. Просторая. Кстати, заметила итальянки, очень многие ходят в платьях, на голую ногу одевают сапог, сверху одевают куртку, и так ходят, то есть они не мерзнут, как мы. Все, буду заканчивать сегодняшний выпуск, будем идти отдыхать, жду от вас комментариев и активности у нас под видео на нашем канале, потому что это помогает нам продвигать наши видео, хотелось бы, чтобы больше людей смотрело наше видео, поэтому все, на сегодня всем пока, вот такой обзор в Милане у нас получился, честно, хотелось бы, наверное, остаться еще в Милане, поэтому мы решили, что мы сюда должны обязательно вернуться, в Милане, так как через Ryanair билеты стоят дешевле, чем, и можно, кстати, ловить через Ryanair очень хорошие цены, поэтому я очень надеюсь, что мы вернемся в Милан и снимем побольше для вас таких интересных видео. Все, всем пока на сегодня, на такой яркой, красивой нотке заканчиваю сегодняшнее видео.